Добрый день! Мы продолжаем нашу школу покеров. На прошлом занятии мы рассмотрели такую важную тему, как розыгрыш одномастных связок. А сегодняшняя тема – это весь полный арсенал технических приемов розыгрыша в покере. Теперь хочу пригласить за стол своих студентов. Здравствуйте! Ну как вам? Не снились одномастные связки? Не вязали вас там как-нибудь свиреп? Я предлагаю в продолжение предыдущей тему посмотреть один видеофрагмент и прокомментируем его. Игроки сбрасывают плохие карты, заходят только с хорошими. Чтобы поймать еще лучше комбинации. Турнирный покер, напомню вам, игроки перед началом турнира получают одинаковое количество фишек. Дальше тот, у которого заканчиваются фишки, покидает турнир. Блайнды – обязательные ставки, которые обязан делать каждый игрок. Они постоянно увеличиваются, чтобы каждый игрок принимал участие в игре, а не отсиживался и ждал призовых мест. И посмотрите, теперь у американца пришли два туза, а три-четыре одномастные идут в оуэйн. Может быть, не самый удачный момент для Чеха был сейчас поставить все фишки на кон, тем паче у него было не так уж их мало. Все-таки сейчас не самый последний розыгрыш, и 50 тысяч, наверное, не самая маленькая сумма. Да, безусловно, он жалеет, конечно, что поставил оуэйн на три-четыре, но карта, откровенно, очень слабая. Он сейчас будет надеяться либо поймать стрит, либо флэш. Какие-то шансы у Джои Кулханика есть, безусловно. Дождемся. Ой, посмотрите, что у первых карт, за какие шансы ему хорошие, охренеть. У него двухсторонний стрит-дро, то есть туз или шестерка, и у него будет победная комбинация. И шестерка приходит, у него стрит. Вот, дамы и господа, вы увидели, как два туза проиграли. Как раз то, что вы рассказывали, что лучше иметь туз-король, чем два туза. Да, два туза трудно выкинуть, но дело в том, что когда человек ставит против тебя оуэйн, а у тебя два туза, то у тебя нет особенного выбора. Ты точно знаешь, что ты имеешь по крайней мере 85% против него. Предлагаю вам взять пару стеков фишек, и мы сейчас сыграем одну-две раздачи. Потому что я смотрю, Катя не очень весела все время, как это математика, разбор полетов. И нет возможности блифануть, что-нибудь такое. Хочу руки прикладывать. Спасибо, извините. Так, маленький большой блайнд у нас должен быть поставлен. Макс, у вас маленький. Володя, у вас большой блайнд. 25-50 мы играем. Можно вопрос? Да. Раздача была заготовлена вами? Раздача была заготовлена моим ассистентом. Что там придет, даже не очень знаю. Просто прокомментирую. Что-то интересное. Все играем, все не спеша. Даже 2-7 это всегда интересно. 2-7 очень интересно. Ваше слово, Катя. Вам нужно или 25, а в смысле 50 уравнять, или повысить. Окей. 25-50 в темную блайнды. Так что мне надо поставить... Минимум 50, максимум. Если хотите повысить, или 100, или 150, или 200. 400. Хорошая. Хорошая. Так, Виталий. Вас не напугали? Меня нет. Меня трудно напугать. Трудно напугать. Ситуация в том, что больше всего я боюсь Максима. Максима, понятно, что надо бояться. Но вы на баттоне, поэтому тут еще вопрос, кто опаснее. Ситуация в том, что если играть по карте, это одна игра, как Максим говорит. Если играть по соперникам, то другая. По стеку у нас, в принципе, у всех стеки одинаковые. Предлагаю комментировать. Будем после раздачи. Я думаю, в данном конкретном случае, я сыграю против Кати и удвою. Окей. Так, ну, я, наверное... Ну что, тут же нам надо результата, вы же не ходите в СЛН. Что там, 800 ком? Вы свои карты не смотрели? Подскажу, что лучше Комакс. Ну ладно, что фишки пластмассовые, не жалко. Имидж не потеряйте. 800? Да. На самом деле, скорее всего, здесь рези и фолд с моей карты. Потому что без позиции делать колд против стольких игроков с моей карты нет смысла. Это в следующий раз, да, человек, оказывается, у вас колд. Играется, как играется. Ты это бы сказал, здесь фолд. Потом покажу свою карту. Хорошо. Смотрите, видишь, что с вами. Я свои нет, но я, кажется, их помню. Так, колд тоже, да? Ну, хорошо. Тогда мы здесь... Ну, банк будем считать, что собран. О, мы, кажется, это только что проходили. Даже я подвину немножко сюда, чтобы не закрывать логотипы. Не буду собирать банк. Макс, пас, ваше слово. Что вы делаете? Чек. 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 Не смешивайте с теми, лучше отдельно. Двести. Двести. Чек. Нет, двести или пас. А, у меня надо двести или пас, да? Пас. Пас. Двести. И это уже пас. У нас двое осталось. Я помню. Двое. Двое. Пятьсот. Я сбросил. Ну, что там? Вот, как раз одномастная связка. Мы же только что про нее говорили. Что получилось, Кать? Там какая комбинация? Шесть, семь, восемь, девять. У него стрит. У него стрит, да. Будет он стрит, хочешь? Нет, просто стрит. Ну, я так и думал, что ты же одномастный. Макс, смотрите, какую хорошую руку выбросил. Какая была логика? Рейс, ререйс. Он в плохой позиции. У него нет укола. Он может или поставить. Он же не идет за дамой. Он должен понять, старший он или младший. Ну, в данной ситуации он бы выбросил на флопе, наверное. На флопе бы выбросил. А у меня был тоже какой-то Король-3. Ну, не очень интересно. Ну, опять же, просто в продолжение предыдущей темы. Получили свой двусторонний стрит на флопе. Не особенно повышали, ждали покупки. Ваша задача купить как можно дешевле и после этого. Так, все, с этим мы разобрались. Итак, тема урока у нас – арсенал технических приемов. На самом деле, в покере нет технических приемов, кроме того, чтобы делать ставки. Всякие там страшное лицо, там, ну, не знаю, какие-нибудь шуточки, оскорбления, попытки вывести из себя, там, игра в гляделки. Все это этикой покера не допускается. У нас будет специальная тема этика покера, в которой мы разберем, что хорошо, что нехорошо, что красиво, что некрасиво, что по-джентльменски, что не по-джентльменски. Так, все, твоя мама толстая не пройдет. Нет, ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае разговоры про маму, особенно в кавказских, азиатских регионах, вообще недопустимы. Поэтому все разнообразие технических приемов, вот ваше единственное оружие, вы делаете ставки того или другого размера. И вот мы, давайте я вам сначала их все перечислю, а потом мы по одному разберем. Ну, например, ставка рейс, это можно считать техническим приемом. У нее есть какие-то цели, вы хотите либо изолировать оппонента. Помните, мы с двумя тузами играли сначала кол, заходили мягко, а потом, когда кто-нибудь повысит, мы делали большой рейс. Мы не просто увеличивали банк, а мы еще достигали каких-то целей. Кто-то пас, мы остались вдвоем. Есть еще такой прием, как ререйс. У него тоже есть различные цели. Изолировать оппонента, это не все цели. Есть еще и много других. Есть такой прием, как чек-рейс. Помните, мы его тоже вскользь разбирали, что вы сначала играете чек, что если оппонент нападет, вы играете рейс. У него тоже есть свои цели, как правило, это очень сильная карта. Есть такой прием, slow play, замедленный розыгрыш. Представьте, у вас, например, две восьмерки в руке, а на стол пришли какие-нибудь карты, что-нибудь 8, 8, 2. Трудно представить, это маловероятно, но пришел вот такой вот флоп. Это хорошее. Это открылось, да. Я бы сразу бы... Что? Ну и зачем? Все сбросили. Катюш, вот смотрите. Не, ну смотри, у тебя 4 восьмерки, это хорошая рука. Это очень хорошая рука. И вы хотите на ней выиграть. Конечно. Поэтому если вы сразу поставите все деньги, вы ничего не выиграете. Вы выиграете только блайндер. Если бы хотя бы, хотя бы, открылся бы 8, 8 туз, то вы могли бы предполагать, что у кого-то есть туз. И тогда, может быть, он поставит. Но и то он испугается, вдруг у вас восьмерка. С тузом не очень хорошо себя чувствуешь. Ну, например, я сижу с каким-нибудь, там, туз 5. Вот открылась такая рука, и вдруг вы даете много. Во-первых, у вас может быть туз. У меня недостаточно сильный туз. У меня не туз король, не туз дама, не туз валет. То есть у вас может быть просто туз с королем. И потом, если бы у вас был туз, то зачем вам ставить олл-ин? Вы можете забрать вот эти блайнды, 25-50, и маленькой ставочкой 50 или 100. Если ни у кого нет ни восьмерки, ни туза, вот у меня будет какая-нибудь карта, там, валет 7. Ну, что мне здесь ждать? Валет, я проиграю тузу, семерка, я проиграю тузу, восьмерки. Мне надо что, обязательно 10-9 пришло? А может быть, у вас уже 8-9? Ну, мне даже не хочется вступать в эту борьбу. Если вам пришла такая хорошая рука, вы можете применить такой прием, как замедленный розыгрыш, slow play. То есть вы говорите чек точно так же, как и весь стол. И, скорее всего, весь стол скажет чек. Откроется еще какая-нибудь карта? Особенно мы начали вот с двоечки. Но точно двойка ни у кого, скорее всего, нет. Вот, поэтому вы можете рассчитывать, вам хорошо, если у кого-то есть парочка, каких-нибудь девяток, например. Девятки в этом случае нападут. Ну, они самая старшая пара. Им не хочется, чтобы пришел туз, король, дама. Валет десятка. Я вспомнил недавно, у меня был как раз пример, точно такая же раздача. У меня были только шестерки. И скрыли вот такой же флоп 2-6-6. То есть у меня играло три оппонента. И я понял, что там никому ничего не могло зайти. Я сыграл только чек, все чек. Потом скрыли четвертую карту валет. Я думал, может, валет кому-то зашел, поэтому решил сыграть чек-кол, slow play. Сыграл чек, оппонент бет, другой кол, я только кол. Скрыли пятую карту валет. Тогда я понял, что кого-то может быть в фулл-хаус вальтом. И поэтому решил сыграть чек-рейзу лин. Заманивая их. Я сыграл чек, один оппонент поставил, второй поставил лин. Но я понял, что у него валет, скорее всего, в фулл-хаус. А его бьют только четыре шестерки. Никто бы не подумал, что у меня может быть такая карта. Я кол, и тот оппонент кол, я забрал два стека. Хитрый заяц. Если бы сделал бет на флопе, на трех картах, все бы выбросили, я бы ничего не взял, кроме блэнда. Да, вот тут важно. Представьте себе, вот я сижу с девятками. А еще, как бы, ну не знаю, даже знаете, как вот такую положим даму, например. А я сижу с какими-нибудь четверками. Как я сидела. Да. И, ну что мне делать с этими четверками? Если кто-нибудь даст, меня надо выбросить. Потому что я проиграю даме, я проиграю восьмерки. Не, ну это две пары. И, ну и что? Они очень слабенькие. Так они же, эта пара же, она у всех две пары. Ну да. У того, у кого дамы, у него же тоже две пары. А, ну я, я забыла, это не только мои, а всех. Конечно, если у кого-то девятки, у него тоже две пары. Окей. У всех две пары. И даже если есть у кого-нибудь, там, например, карта вот такая вот, допустим, на флеш. И на какой-нибудь стриток там дальний. Она и то сильнее, чем мои четверки. Потому что я проиграю и черви, и тузу, и там девятки. Вот. Но теперь представьте, что в этой ситуации придет четверка. И вот этот человек уже активизируется. Потому что у него фулл хаус. У него вот такая комбинация. Поэтому, если у нас какая-нибудь непобедимая рука с самого начала, а мы проиграем здесь только стритфляшу, если придет там 10 балет червей, и у кого-то будет девятка червей. Вот. То мы даем им всем покупать. Мы разыгрываем медленно. Вот. Ну, это на самом деле достаточно глубокая идея в покере. Поэтому, ну, как бы, увидев каре на флопе, не обязательно играть с лоуплей. Это зависит, опять же, от характеристик стола, от того, насколько игроки агрессивны, и от того, насколько у тебя имидж. Например, вот мы с вами проходили, что когда у нас туз король или туз дамы, и мы делаем большой рейс до флопа, если пришел какой-нибудь маленький пустой флоп, то мы, как правило, делаем ставку продолжения. То есть мы ставим две трети банка, или полбанка, или полный банк, и, скорее всего, забираем. Больше, чем в половине случаев мы забираем, потому что ни у кого ничего нет. Особенно, если придет пустой флоп, вот такой какой-нибудь 8-8-4, спаренный флоп для рейзера хорошо, потому что уменьшается вероятность, что у кого-то есть эта карта. Окей. Да. И вот теперь представьте себе ситуацию, если бы мы давали рейс до флопа. Никто не знает, что у нас. Может быть туз король, может быть два туза, и вот открылся такой флоп. Все чек, чек, чек. Если мы скажем чек, наше поведение будет неестественным. Но мы всегда до этого, когда играли при флоп рейс, то есть до открытия этих трех карт увеличивали банк, мы всегда делали ставку продолжения. А в этой ситуации мы вдруг остановились и говорим чек. Тем более, что никто не проявил сил. Почему? То есть нас просто заподозрят в этом. Что у нас, наверное, у нас какая-то такая сильная, что мы можем себе позволить дать другим покупать все, что угодно. Что не существует карты, которую сейчас откроют, и кто-нибудь нас перебьет. У нас, можно сказать, пока что не битка. Я помню такую красивую одну раздачу. Там был рейс до флопа на двух валетах. И пришел флоп, валет, валет 7. И человек, который ставил рейс, он сидел с первой позиции, он поставил банк на каре. В ответ получил плюс банк. Попал в две семерки. И в игре, где блайнды были 5-10, выиграл банк, там, 30 с лишним тысяч долларов. Именно потому, что он не стал применять слоу-плей, потому что это было неестественно. Я вам рассказываю про такую игру только для того, чтобы вы знали, что такая возможность существует. Во-первых, могли бы применять сами, а во-вторых, могли бы ожидать это от противников. Если человек сказал чек, это еще не значит, что у него ничего нет. Он может замедленно разыгрывать хорошую руку. Кроме того, есть такой прием, как отложенный рейс. Или delayed race. Delayed. Что это означает? Вот у вас, например, такая какая-нибудь хорошая... Ну, вам повезло. Вы с блайнда или зашли колом. Вот у вас такая рука, туз-8. И пришла такая карта, которая вас устраивает. У вас три восьмерки, туз-кикер. Все хорошо. Скорее всего, у вас самая сильная рука. Только у вас может быть или 8-4 у кого-то, или 2-4. Вы говорите чек. А кто-нибудь, например, Максим, у него уже хорошая всегда карта. Две дамы какие-нибудь. И то он иногда может выкинуть. Он, например, ставит какую-нибудь ставочку 100. Ну, вы думаете, может быть, у него черва. Если у него две дамы же сейчас, если дама придет, вы проиграете. И вы в этот момент можете играть чек-рейс. Мы только что проходили. Вы сначала чек, а потом рейс. Ну, и то вот на таком бы столе бы я не играл, а на каком-нибудь вот таком бы столе я бы играл в чек-рейс. Ну, потому что он раз напал, скорее всего, у него есть туз. Потому что в этой позиции вообще непонятно, что у него может быть. Скорее всего, это блеф или какой-нибудь стилинг. И он просто выкинет на ваш чек-рейс, поэтому вам, может быть, лучше здесь играть кол. Но если вы вдруг решили играть чек-рейс, то вы вот в такой позиции его сыграете лучше. Но дилей-рейс – это альтернатива чек-рейсу. То есть вы можете сыграть сейчас кол, а потом, что бы ни открылось, даже не смотрите, и ставите 200. До этого он… Вот вы ему портите логический анализ. Он перестает понимать, что происходит. Вот до этого вам ничего не нравилось. Вы сами не ставили. Когда он напал, вы, может быть, что-то придет, ставите. И когда открывается что-то, вы вдруг ставите. Он думает, ну что же у нее? Пятерка. 8-5 может. Может, на флаж. Может, 6-7. То есть он начинает перебирать какие-то руки, которые подходят к этой пятерке. А на самом деле ваша рука подходит к этим восьмеркам. Вы добиваетесь примерно того же самого результата. Потому что если бы вы сыграли, здесь чек-рейс есть, он бы заплатил на пятерке. Вы напали, он выкинул. Вы чек, он чек. То есть результат был бы примерно тот же самый, только вы его запутали. Вот такой вот замедленный розыгрыш. Значит, пробегая быстренько телеграфным стилем, у нас есть такой прием, как блеф. Это ваш любимый прием. Но мы уже пришли к выводу о том, что блеф мы ставим не всегда. Например, если на такой доске кто-нибудь будет на вас блефовать, вы не выбросите. Правильно? У вас есть достаточная сила. И вот этого тем более не выбросите. Нет. Да? Ну, в этой ситуации человек, который будет против вас блефовать, он просто отдаст свои деньги даром. Да, вы его накажете. Правильно. Правильно. Еще как. Да. Поэтому для блефа нужно выбирать ситуацию, когда вы каким-то образом представляете руку вашего оппонента. Например, открылось там что-нибудь, что-нибудь пустое такое, вот, например, ну, не знаю, там какая-нибудь двоечка. У вас там, мало ли, два туза. Вот. То есть, если открылся вдруг какой-нибудь туз, а еще лучше там червовый, например. Вы два туза показали, как бы до флопа еще. Ставили. И открылся вдруг туз. Я точно знаю, что теперь червового туза у вас нет. Флеша у вас нет. Да? Да. Ну, и бог с ним, что у вас два туза. Я смотрю, у вас большой хороший стек. Если я сейчас у вас был бы маленький стек, я бы поставил там ставку половину вашего стека, вы бы не задумываясь, пошли оленд. Три туза – хорошая карта. И к тому же вам еще может тот же самый стрит, который у меня сейчас есть. Ну, вот я же, когда даю ставку, я показываю. У меня тройка, наверное, стрит. Но когда вы заплатите в надежде на фулл хаос, и не придет, и придет, например, еще одна черва, вот так вот страшная, и я опять дам под вас очень большую ставку под весь ваш стек. Вы просто посчитайте, ну, какие руки могут вот на таком флопе так давать. Ну, минимум стрит. Потому что уже даже и флеша не боится, да? А может быть, стрит-флеш, там, 3-5 червовые. То есть есть масса возможностей. Единственное, что нельзя блефовать против человека, который никогда в жизни не выкинет 3-х тузов. Ну, такие люди бывают. Да. То есть бывают такие люди. Вот он все здравомыслящий, но просто вот 3 туза, для него это все равно, что маму свою обидеть. Да? Ну, маму домой не пустят, если я выкинул 3 туза. Ну, бывает такая. Может, такая мама. Вот. Поэтому блеф... На самом деле, в 40-минутную лекцию невозможно уложиться с объяснением блефа. Это нужен такой жизненный опыт. Вот. Но, вы знаете, есть люди, которые... Вот он сидит за покерным столом, и ему скучно. Ну что, карта приходит плохая. 7-2, 10-4, валет 3. Ему нужно все время пас. Он ждет хорошую руку, а она все никак не приходит и не приходит. Ну, если сидит 10 человек, если все честно, справедливо, ты должен выигрывать одну сдачу из 10. Правильно? Если 5 человек, одну из 5. В среднем. Вот. Ну, заходить ты будешь там 2 раза, 3 раза из 10. Делать попытки, да? И то это достаточно часто. Тайтовые игроки заходят еще реже, чем 1 раз из 10. Но я к тому, что когда вы сидите без карт, это интереснейшее дело. Наблюдать и делать себе пометочки. Вот эта девушка блефует, вот этот мальчик хорошо рассуждает, этот дядя уже такой стремящийся, так скажем, да? Говорим. Я хотел сказать, что блефовать лучше всего небольшими ставками, так как это более всего выгодно. Не стоит ставить там большие ставки банк, потом на четвертой карте снова банки и потом all-in. Потому что это очень рискованно. Оппонент мог поймать сильную карту и просто играть call slow play. Лучше всего делать небольшие ставки и имитировать какую-то сильную карту. Например, одна треть банка, потом снова одна треть банка и уже на пятой карте поставить там половину банка, он может выбросить сильную карту. Просто небольшими ставками имитировать сильную карту. Никто не подумает, что это блеф такая малая ставка. Я просто хочу сыграть страх-фактор, Чтобы все испугались и побежали в такую сторону. Чем меньше ставка, тем оппонент больше еще боится. Можно поставить опасную ставку треть банка и выбросить сильную карту. Чем когда поставите банк. Ну, окей. Так что моя теория не работает, да? Блифовать можно? Думаю, что стоит на все фишки блифовать. В интернете, я думаю, ты знаешь, что как раз помогает блифовать банком или полбанка. Тогда сбрасывается. Полбанка. Там, как правило, уже хорошие карты сбрасывают. На самом деле, многие думают, и, кстати, я в их числе, что если человек ставит ставку значительно больше банка, то это чаще блиф, чем не блиф. Потому что человек с хорошей картой не будет ставить гигантскую ставку. Он же хочет выиграть хоть сколько-нибудь. Он хочет сколько-нибудь выиграть. Я единственное сделаю такое маленькое вам замечание, что мы сегодня не разбираем глубоко. У нас каждая из этих тем и блеф, и полублеф будет посвящен специально уроку, где мы будем рассматривать детали, подготовка, зависимость от стеков. Потому что вы, если у меня одна фишка, то вы меня никогда не заблифуете. если в банк уже стоит большой, и у меня шансы банка я на 7-2 пойду, то блефовать против меня бессмысленно. А если у меня большой стек, то можно против меня и поблефовать. Ну, мы сейчас попробуем проверить, что такое блеф с чашкой кофе в руках. А что, замахнулся чашкой кофе? Блеф или не блеф? Наверное, блеф. Блеф. Хотите играть и выигрывать в покер? Тогда вам на 3WTV про покер.ком Только на нашем сайте вы найдете самые выгодные бонусные предложения от ведущих покерных порталов. Начните свою профессиональную карьеру с правильного выбора. 3WTV про покер.ком 3WTV про покер.ком Ваш гид в мире онлайн покера. Теперь я предлагаю остановиться на таком маленьком приемчике, как полублеф. Он у нас уже в объяснениях некоторых ситуаций встречался. Что такое полублеф? Я блефую, но только наполовину. Что это такое? Это не половина своих денег, а это что у меня как бы не совсем блеф. То есть у меня есть запасные аэродромы, то есть у меня есть некоторые ауты в колоде, которые позволят мне выиграть. Но я нападаю уже... Будьте здоровы! Нападаю уже сейчас, потому что, во-первых, у меня есть возможность, что вы сейчас выкинете, не станете уравнивать мою большую ставку. И я выиграю этот банк уже сейчас. Во-вторых, если я сейчас откроется, натерни моя карта, я сразу же проатакую, и будет уже большой банк. А если вдруг не откроется, то, скорее всего, я вас немножко напугаю своей ставкой на флопе и удержу от дальнейшей атаки. Вы подумаете, он переставляет, что-то есть, вы скажете чек, я тоже скажу чек. Это будет означать, что я бесплатно купил карту Ривера. Поэтому этот полублеф имеет как бы... Он настолько сильное оружие, что против него пока не особенно придумали и защиту. Вот защита от полублефа... Это мы тоже будем проходить основную теорему покера по-склански. Что если бы вы играли на открытых, а я бы полублефовал. Какие ваши лучшие действия? Еще раз переставить меня, чтобы я подороже купил свою... Ну, зачем я иду флеш или стрит. Вот. Но поскольку вы точно не знаете, что у меня, вы просто калируете и таким образом совершаете ошибку, потому что правильное действие еще раз переставить. Вот. Но это правильное действие вам слишком может дорого стоить. Вот. А давайте мы сыграем тут еще одну сдачушку. Помните наши технические все приемы? Возможно, это будет некой темой сдачи. Опять вы ставите блайнды. Да. Это круто. Я понял, что я сдачу. Да. Так. И слово, как всегда, первое ваше, Катюш. Мое, да? Да. Окей. Я делаю рейс 200. Или бет. Это бет. Это рейс. Там уже 50. О, да, да. А эти, я, пардон, это мои еще остались. Уравниваю Да, я даже уравниваю эту ставочку. Уравниваю Так. Большой блайнд играет кол. На этом круг торговли заканчивается. Мы раздаем флоп. Там чек, ваше слово. 300. Ставка 300. Окей. Покер фейс у меня не получается. Покер фейс. Тормально. 600. Рейс. Пас. Виталий пас. На всякий случай далеко не убираем. Я скажу тоже кол. 600, да? 600 кол. Тоже кол. уравняли. Уравняли. В банке 4 игрока. Так, мы сжигаем одну карту и открываем. Если можно, подвинься мне, пожалуйста. Макс, чек. Я тоже чек. Татьяне, чек. Окей. Это значит, мне надо either pass или чек. Можно сказать, чек, что мы ждем бесплатно пятую карту. Или сейчас дать. Окей. Я могу еще поставить, да? Сколько я могу? Вы можете поставить минимум 50, а максимум сколько хотите. Хочите. Кол. Здравствуйте. Я кол. Честно, так мало ставить. тоже могут быть черви прийти, стрит может прийти. Ну вот посмотрим, что будет делать. Рейс 800. 800. Я уравниваю. А водя уравнивает. Так. почему нет. All in? Не, не все, у меня еще есть. Ой, а сколько же здесь, надо посчитать, чтобы не знать, сколько уравнивать. Здесь 1600. Я пас, потом покажу тоже, у меня хорошее. у нас еще получается. Здесь пока что Макс, может быть с Макса еще пока ничего. Сколько там добавить? Еще 800 добавить. 800 Макс. Хотите чтобы я выбросил? Да, наверное. Здесь ничего уже не остается. All in. Сколько всего Макс? Чуть больше 800 примерно. 400, 500, 600, 900, еще 100 надо добавить. Вам нужно поставить, общая ставка 1700. Вам нет, не 1700. Сколько у вас было 800 и 900? 1700, да? 100, 200, 300, 400, ну, как раз. Ну, ставьте, да, колл. и Катя, наверное, 100 колл. Нет, я больше не могу играть, а то, что я все отшалил. 100. Одно осталось. Ну, давайте откроем, что у кого. Макс, три восьмерки. Туз дама, пока что пара. Здесь король, дама, и еще над черву. Вы выбросили в Италии пару валетов. Ну, правильно, такая торговля началась. То есть, дама точнее. Я выбросил две пары. И то поздно, потому что такие маленькие надо выбрасывать. Ну, что, открываем последнюю карту. Оп. Да, флеш. Ну, на самом деле, вот эти карты лежали случайным образом. Вот. А приготовлен был расклад только лишь для того, чтобы попробовать проанализировать чек-рейс, дилей-трейс, что-нибудь такое, что позволило бы забрать эту ставку, ну, как бы раньше. Туз, по счастью, пришел. Знаете, я попробовал выводапливать боевых. По счастью, червоши. В одной ситуации с двумя валетами я бы... Это счастливый человек. Вестерин Славович, в одной ситуации я бы у меня с двумя валетами повыдавливал игроков, но не вот этих игроков. Поэтому пришлось сбросить. Потому что, в принципе, пара хорошая. Туз, дама, король, дама. У меня была самая лучшая рука на флоте. У вас была самая лучшая рука, да. Поэтому с другими игроками я бы их подавил, но не с этими. Поэтому я сбросил. А я могу сказать вещь. Я его карты видела. Я просто в кинофлопе понял, что там дама есть. Мы сделали сразу 300. Там, скорее всего, дама будет. По такой ставке, чтобы сыграли чек, кол. Я понял, что надо было вначале скрыть. Ну, уже... А потом сделать только кол. Да, да. Потом уже влезать. Если что... Как мы вас поздравляем? Спасибо. Все вот эти деньги можете забирать. Давай, давай, давай. Сюда, сюда. Окей. Вы еще должны победить. Да. Ну, вот ваша ставка на... Вот смотрите, у нас в этой сдаче сразу встретились почти все возможные приемы, которые мы сегодня изучаем. Во-первых, рейс до флопа. Ну, с хорошей карты. Возможность изоляции с вашей стороны. То есть, вы могли какой-нибудь крупной ставкой выдавить, например, 8-2 каких-нибудь или... И две восьмерки бы выбросили. Не, не, по шансам. Я не уверен, что две восьмерки бы выбросили с третьей на столе. Дело в том, что этих карт еще не было. А до флопа, безусловно. До флопа, да. Да. Потом на флопе самая сильная рука у Макса, он получил сет восьмерок. При том, что Чекнов, он получил информацию, что дамы есть. Здесь пошла ставка, здесь пошел рейс. Я видел у Макса две возможности. Или сразу Чекрейс, или отложенный рейс. Мне кажется, что после открытия Червы он мог бы уже попытаться защитить свой сет, он же был старше. Кроме того, маленькая иллюстрация такого принципа, что никогда не ходи на плохой карте. Мне пришло сразу две пары. Это очень хорошая карта. И я не мог никогда догнать Макса. То есть откроется восьмерок уже нет в колоде. Только двойка-двойка мне там, каре надо, чтобы пришло. Откроется двойка, у меня будет фулл-хаус, у него будет фулл-хаус старше. Нет, но не зная карты Макса, две пары сбрасывать в данной ситуации не совсем правильно. Так я и не сбросил. И это стоило мне там лишних 400 или 800, сколько-то я проставил на двух парах. Вот. А если бы я не зашел изначально, я же был в добровольной позиции, что мне мешало сбросить сразу. Вот такая зачушка, в которой случились все возможности. Макс, как ты считаешь, какой был розыгрыш вот самой сильной руки двух восьмерок оптимальным в этой раздаче? Я думаю, я понял сразу, что... Тебя смущало то, что это была какая-то закладка, может быть, две дамы какие-нибудь, или флеш там далее придет? Я понял, что Бланд точно имел даму, потому что ставка без позиции с первой руки сразу 300, там понятно, что это дама. Ну, возможно, в риских случаях будет двоик. Поэтому, если я сделаю сейчас рейс, он может даже выбросить даму, поставив мне более сильную карту. Поэтому решил сыграть кол, потом, когда скрыли шестерку, потому что он будет защищать свою руку, еще раз поставит. И понятно, что я уже должен переставлять, потому что у меня нет позиции, и тем более флеш-дро, я сделал рейс и сыграл в ол-ин. Пойдем. Я все равно все деньги забрала. Мы все такие умные, а все так хорошо рассказываем, а все движки у Кати. Не родись. Да, так все говорится, говорится. Хотел сказать, не родись красивым, а родись счастливым, он понял, что это было бы бестактно. То есть, родись и красивым, и счастливым. Можно, ваша король дама? Спасибо. Еще богат. Есть еще, кроме полублефа, такой интересный прием, который называется колблеф. Мы его будем исследовать. Это уже из высшего пилотажа, но просто сам по себе прием очень интересный. вы коллируете блефуя. То есть, у вас ничего нет, но вы играете кол. Ага. Почему вы так делаете? Так это же есть блеф, в принципе. Не, ну, блеф, когда партнер может выбросить. А. А вы коллируете, вот партнер ходит, 100, и вы 100. А у него ничего, у вас ничего нет. И не будет. То есть, такая карта, что она совершенно бесперспективная. То есть, полублеф, это когда ты ожидаешь, что что-то будет. Там придет, вот, две бубны лежат, у тебя две бубны. А тут у тебя ничего нет, и без перспектив. Но ты играешь строго против оппонента. Вот он давал рейс до флопа. Ты зашел на какой-нибудь, там, ну, не знаю, одномастной, какой-нибудь своей, там, связке, там, ну, не знаю, 7-6, какие-нибудь. 7-6. А открылся такой флоп, что, там, ну, твои 7-6 явно никак не светят, там. Вот какой-нибудь такой, там. И он может быть даже не такой опасный. Вот пришла такая карта, и рейзер сделал ставку продолжения. То есть он, вот, до флопа сыграли 200, и он пошел 150. Даже по размеру вы видите, что это ставка продолжения. Будь у него, там, туз король, он бы мог сыграть и побольше, потому что, ну, он, скорее всего, сильнее. Вот. Вы играете, кол, для того, чтобы посмотреть, что будет дальше. И для него это очень опасный кол, потому что у вас что угодно может быть, и трефа, и там, король валет. Вот. И когда открывается какая-нибудь пустышка следующая, а не важно, может и дама открыться, и там, не знаю, тройка какая-нибудь ненужная. Он играет чек. Ну, вы же его напугали. И вы ставите, сколько там в банке? Пятьсот. Ну, и четыреста. Вы делаете вот этот кол-блев, выращиваете на то, что у него ничего нет, а вы его уже своим колом напугали. И особенно это хорошо делать против рейзера на каких-нибудь пустых флопах. Открылось вот что-нибудь такое. Девять, два, три. Два, три. Дамы, два валета, а также туз Король, туз Дама, туз Валет, туз Десять. И вот карт не парных у него больше, чем парных. Это просто вот, как они не любят математику, но математически можно сказать, что два туза можно образовать только шестью способами. Вот всего есть шесть вариантов, как собрать два туза из всей колоды. Туз Пиковый, туз Червовый, туз Бубновый, туз Червовый, туз Пиковый, туз Трифовый. И всего таких вариантов шесть. Из всего множества вариантов. А таких вариантов, как туз Король, на котором он тоже может резить, таких вариантов шестнадцать. То есть туз Червовый может быть с Червовым, Пиковым, Трифовым, Бубновым. Соответственно Пиковый тоже может быть с четырьмя или другими королями. И таким образом четыре туза умножить на четыре короля будет шестнадцать разных вариантов. Поэтому, если сложить все руки, на которых он мог бы поднимать ставку, то там окажется примерно одна седьмая часть пар и шесть седьмых не пар. И вот когда открылась вот такая чепуха, с вероятностью шесть седьмых у него нет пары. И вот вы себе представьте, при себе представьте на его месте, что у него туз король. И вы же не можете после того, как сделали рейс до флопа, сказать чек и сдаться сразу на мою ставку. Что если вы скажете чек, я тут же буду, есть у меня девятка, нет девятки, я буду ставить. Поэтому вы должны делать ставку продолжения, потому что я не знаю, есть у вас пара или нет. И если я сейчас дам 450, я ими сильно рискую, потому что если пара, вы скажете, ну там, улын 900 там или сколько там, полторы тысячи, а я играю дешево кол. Но это кол-блеф, у меня нет пока ничего, у меня вот 76 пиковые. И после того, как опять приходит какая-нибудь незначащая карта, вы опять, вы теперь говорите чек, вы же не хотите выкидывать свои деньги. Я может, у меня может уже две девятки там, ну, смотри, три девятки. Я как рысь иду за вами по пятам, и более того, у меня позиция. Вот. И в тот момент, когда вы скажете чек, я сделаю ставку, и получу, скорее всего, весь этот банк. И все это я здесь получил благодаря вот этой, кол-блеф. Это достаточно тонкий и редко встречающийся прием. Вот. Есть еще один интересный прием, который называется сквиз. Знаете, что такое сквиз? Я думала, вы хотели сказать кропотные карты. Сквиз? Крапленные карты? Да. Крапленные. А зачем мне крапленные карты? Это правильная карта. Мы можем, как бы, и так, мне кажется, у нас настолько большое есть преимущество против игроков, которые не знают математики, не знают вероятности. Мы легко их обыграем вот так. А вот, ну, коротко про сквиз. Сквиз – это по-английски выжимать, выдавливать. Но сквизжевыжатые соки – это сквиз, да? Fresh squeeze. Fresh squeeze. Вот. То есть, особенно этот прием характерен для такой игры, как бридж. Я когда-то переводил американскую энциклопедию бриджа, я насчитал там 80 типов сквизов. Это безумно интересная тема. Там сквиз устрица, сквиз мостик, там двойной каскадный сквиз, кильваторный сквиз, backwash squeeze. Это разные ситуации в бридже. В покере не так много ситуаций для выдавливания игрока. Вот. И чисто теоретически это выглядит таким образом. Игрок с первой позиции играет какой-то рейс. У него карта находится в диапазоне от там туз-валет, например, до двух тузов. То есть, на другой карте он не пойдет. То есть, у него два туза, два короля, две дамы, два валета, там, две десятки, туз-король, туз-дама, туз-валета. Может быть, король-дама еще какие-нибудь. Вот его диапазон, на котором он с первой руки зайдет рейсом. Теперь второй человек калирует этого игрока. Он таким образом тоже сообщает о своем диапазоне. То есть, этот поставил 100 при блайндах, там, не знаю, 10-20. И вдруг следующий игрок тоже калирует 100. Есть так называемые гэп-концепция склански, где он утверждает, что вот эта рука должна быть чуть лучше, чем минимальный диапазон вот этой. То есть, этот, понимая, что там не хуже туза валета, он калирует уже не на тузе валете, а чуть лучше, хотя бы начиная от туз дамы, считает. Ну, чтобы иметь и позицию, и карту не хуже, чем у предыдущего. И поскольку мы еще знаем, что первый человек никогда не поставит там рейс на двух тузах, а зайдет колом, он такой же, он учился в нашей школе, а он зашел рейсом. То есть, исключается два туза. И мы, не важно, какая у нас карта, важно, чтобы мы больше никого не опозали, все остальные пас, например, вот, остался там, например, блайнд какой-нибудь, мы ставим вот такую вот ставку. И что происходит? У этого человека это неплохая карта, но он, кроме нас, боится еще этого. То есть, он думает, допустим, у нас мало фишек осталось, но у этого зато много. И тот, если войдет, он может проиграть на весь так. Кроме того, он входил рейсом, какую-то изображал хорошую карту. Ну, хорошую, может быть, там два туза, два короля. А когда он после своего рейса вдруг нас просто заколирует, он уже покажет, что у него не очень хорошая карта. Ну, не два туза. И тогда этот, поняв, в чем дело, может повысить до всего его стека. И он, опасаясь вот этого больше, чем нас, он выбрасывает свои карты. Ну, и теперь он не хочет оставаться на 1-1 с нашей рукой, без позиции. И у него тоже не два туза, потому что если бы у него было два туза, он бы сразу переставлял. Так что он тоже пугается и... Да, я помню одну задачу. Сам Харрингтон играл как раз на баттоне, он взял такую ставку и заставив обоих выкинуть, он показал там какие-то 6-2 и говорит, ребята, сквиз плей. Ну, вот Макс... А я хотел сказать, что разницы в карте, когда мы делаем сквиз почти нет, потому что у них все равно они пойдут только по сильной карте. И будет у нас две десятки или две двойки, разницы никакой нет. Потому что они идут от вальтов, первый игрок, а если мы сделаем сквиз, он вообще пойдет только дамы, короли тузы, и все равно у нас что с двойками, что с десятками будет там 18-19 процентов при сравнении. С разницей, лучше даже исполнить этот прием сквиз, то есть вообще без карты, когда у тебя 6-2, потому что на двух десятках ты можешь еще как-то выиграть, положительную сдачу сыграть, а 6-2 ты всегда выбросишь. Поэтому такие обманные приемы лучше для них использовать карту, которую нельзя использовать по-другому. Ну, то есть в общей дистанции игры это скажется, у тебя будет какое-то количество раз тузы, какое-то количество раз десятки, двойки. А когда 6-2, ты будешь всегда выбрасывать, а один раз, может быть, если будет подходящая ситуация, применишь сквиз-плей такой. Ну, это как совсем быть осторожным. И чтобы закончить наш обзор технических приемов розыгрыша, мы два сразу упоминем. Провоцирование блефа и торможение блефа. Как правило, это характерно для розыгрыша уже на ривере, иногда на терне. Вот помните, когда были у вас дамы валет-бубновые? И у нас была хорошая рука, флеш, и мы проигрывали только тузу или королю. Да-да-да. Но нам нужно было лучше спровоцировать блеф, потому что если бы мы сами поставили ставку, помните, мы пришли к тому, что лучше сыграть чек, а если он будет ставить, то мы платим и вскрываем. потому что если он вдруг будет блефовать, то мы блефы вскроем дешевле за вот пятьсот. Потому что если мы сами поставим пятьсот, он может поставить две тысячи и нам будет дорого платить, чтобы его блефы вскрывать. И в этом случае мы бы провоцировали блеф, потому что очень многие руки в ответ на наши пятьсот просто бы выбросили. А если он что-то свое не купил, вторую пару или там, не знаю, то он мог бы попробовать сам пойти. Так что если я бы сплефанула в этот раз, эти бы два бы убежали. А второй обратный прием это торможение блефа. Когда вы понимаете, что он может блефануть, вы ничего особенного не купили, но у вас какая-то есть средняя сила и вы хотите открыться, вы делаете так называемую блокирующую ставку. В банке например пятьсот вы ставите какую-нибудь ставку триста. Потому что если вы скажете чек, вы получите ставку противника почти наверняка. А часто он будет ставить вам именно пятьсот и тогда ваш кол вам будет стоить пятьсот. То есть вы заранее как бы сами задаете цену своему колу. Этот прием называется торможение блефа, а ставка сама называется блокирующей ставкой. Хочу сказать, что следующее наше занятие будет посвящено теме философия флопа как самой важной части игры, на которой мы принимаем все свои решения и планируем розыгрыш на все последующие улицы. Все, до встречи, спасибо. Хайте,